Приветствую вас. Я полагаю, что два момента есть, на которые мне хотелось бы обратить ваше самое пристальное внимание. Два момента. Первый момент касается того, что вы от нее без ума. Это вообще что значит? То есть, что вы для себя понимаете под без ума? Под этой фразой, что вы без ума от человека. Что вы для себя понимаете? Как вы это понимаете для себя? Что вы без ума от человека? Дело в том, что любовь, а я уверен, что вы называете это любовью, то, что с вами происходит. Любовь, если это действительно любовь. Да. Она проявляется на самом деле несколько не так. Именно любовь. То есть любовь, она проявляется все-таки несколько по-другому. Любовь проявляется в основном в направленности на другого человека. Вот. То есть любовь это когда хочешь, хочешь, чтобы у человека было все хорошо. Любовь это когда ты заинтересован в том, чтобы человек был счастлив. Любовь и гармоничность в отношениях, это, ну любовь и гармоничность в отношениях возникают тогда, когда то, что ты можешь человеку дать, принимается им абсолютно спокойно, абсолютно хорошо, и вы от этого счастливы. Как бы. Понимаете? На мой взгляд. В вашем же случае то, что вы можете дать ей, а ей, ей не нужно, судя по всему. Ну вот, судя по, судя по, по множеству вы пишете, ей не нужно это. И на мой взгляд, это уже не совсем любовь. На мой взгляд, это уже скорее, ну, какая-то нуждаемость, зависимость, может быть, от человека. То есть это вот то, что вы чувствуете, то, что вы испытываете, то, что вы ощущаете, по сути. Понимаете? Какая здесь история. Это первое. Что у вас за чувства. Какие это чувства. Какие это эмоции. И, соответственно, как вы воспринимаете девушку. Как вы понимаете, э, э, эм, воспринимаете то, что вы от нее без ума, к примеру. Это очень важная история, очень важный момент, потому что ваши представления о чувствах, с одной стороны, ваши представления об отношениях, с одной стороны, и реальное положение вещей, к примеру, с другой стороны, ну, вещи довольно разные. Второй момент. Как я понимаю, вы не можете свою жизнь представить без человека. Ну, без мужчины своего. То есть, без своего партнера, простите. Без своего партнера. А вот. И мне кажется, что... Ну, просто потому что обычно чаще женщины пишут, поэтому такая оговорка. Мне кажется, что нужно расширять смысл вашей жизни. То есть, добавлять новых смыслов жизни. Сейчас у вас, по сути, смыслом жизни является только вот девочка ваша. И все. На мой взгляд, это далеко не самый лучший расклад. Потому что девочка-то она, может быть, просто не может вам дать того, что вы хотите. Ну, вы нуждаетесь в этом. Безусловно, вы хотите этого. Того, что она... Ну, вы хотите чего-то для себя. Но получается, что в отношениях вы в большей степени играете роль просящего. В отношениях вы просящие. А так быть не должно. На самом деле. Потому что... В отношениях нет зависимых людей. Именно завис... именно зависимых людей нет. В отношениях. Понимаете? Какая сторона. Ну, а вы, вы получается... Завительный человек. В следствии того... Опять же. В следствии того. Что у вас... Отсутствует... Эээ... Отсутствуют... Простите. Смысла. Отсутствует смысла. Смысла вашей жизни. Их попросту... Нет. Я так... Полагаю. Ну так... Соответственно... Давайте... Мы с вами... И разберемся... Тогда... Как... Так вышло... Что... Смысла в жизни у вас... И смысл в жизни у вас... Только... Девушка... Эээ... Ваша. Вот. А как же... Вы... Сами. Вот. То... Что... Вы... Эээ... Хотите... Для... Себя... К примеру. Сами. Вот. Знаете? Такая история. Все эти моменты весьма важны для того, чтобы вы смогли не то, чтобы разрешить ситуацию, а то, чтобы вы смогли найти себя. В... В ней... В этой ситуации. Понимаете? Какая история. Эээ... Надо сказать... Надо сказать, что... Эээ... Достаточно полно... На мой взгляд, вы раскрыли и... Вообще, историю ваших отношений. Вы пишете, эээ... Знакомые, примерно, четыре года, после чего разъехались. Куда разъехались. Почему разъехались. Собственно говоря, из-за чего разъехались. Если у вас, к примеру, надежда на то, что вы будете вместе, если у вас надежда на то, что вы... Как бы, ну... Сойдетесь, что вы... Опять съедете. Если была ли у вас какая-то договоренность. Эээ... По этому поводу. Четыре года вместе, это срок большой. Кстати, эээ... Важный момент. Эээ... Почему за четыре года отношений вы, например, не... Допустим... Создали... К примеру, семью. Вот. Почему за четыре года вы как-то, ну, не закрепили... Вот... Свои отношения, если они у вас. Ну, судя по всему, да. Такие... Достаточно... Крепкий раз. Вы... Четыре года были вместе. Вот. То есть, согласитесь, эээ... Тут, на самом деле, есть, эээ... Какие-то моменты, которые... Не совсем ясны. Дальше, эээ... Надо сказать, что... Отношений на расстоянии не бывают. То есть, ну, вот, не способны люди... Ээээ... Скажем так... Отношения на расстоянии выстраивать. Потому что любви всё-таки... Любовь, эээ... Получается, знаете... Ну, какая-то она... Виртуальная, что ли, получается, любовь. Понимаете? Какая история. Вот. То есть, не любовь, а какой-то такой образ... И... Иллюзия. Иллюзия отношений. Вот. Поскольку... У... У большинства людей... Любовь эротическая. То, всё-таки, нужен... Нужен какой-то... Реальный образ. Вот. Вот. Эээ... Значит... Так. Достаточно близкими эти отношения назвать явно не получается. Ну, так правильно, правильно. Не получается. Потому что вы на расстоянии. Потому что не получается. Разве нет? То есть... Эээ... Как бы... Дело всё, оно... Разве не в этом дело? Что... Вы... Находитесь в отношениях на расстоянии. В отношениях на расстоянии, в принципе... Эээ... Какой-то такой... Близости ожидать, ну, не приходится. Правда, у вас было четыре года, и... Почему-то за эти четыре года, вы... Эээ... Свои отношения не смогли... Эээ... Довести до... Достаточной степени близости. Вот. Мне кажется, что у вас есть проблема и в... Эээ... Сексуальном... Эээ... Плане. Хотя... Здесь, конечно, я могу ошибаться. Вот. Но здесь, опять же, меня настораживают ваши какие-то ожидания. То есть, вы... Разъехались. Эээ... Если это устраивает вас, то... Ещё неизвестно, устраивает ли это девочку. Люди... Они, в общем-то, бывают разными, и... Эээ... Ничего удивительного в том, если, к примеру... Эээ... Эээ... Девушку не устраивает такой тип отношений, но она не решается вам сказать, к примеру... Либо из-за того, что... Вами дорожить, либо... По каким-то своим причинам. Нет. А вы, понимаете, это как... Вот... Какое-то использование вас. Вот. То есть, опять же, да, есть... Эээ... Некая такая... Оторванность от реальности. Ну и... Самое, пожалуй, главное, это то, что вы... Ориентированы на... Себя. Ещё раз. Эээ... Подчёркиваю, да, что вот у меня такое ощущение, что... Вы ориентированы на себя. Кстати, это... Может быть... Эээ... Причиной того, почему девушка не позволяет вам... Эээ... Эээ... Подарки. Ээ... Потому что она знает, что вы... Эээ... Подарив ей подарок, будете чего-то ждать от неё... Взамен. Вот. Ну, вы и так... Ждёте от неё... Чего-то... Взамен. Вот. Вы и так ждёте от неё... Каких-то... Действий. Вот. Который... Который... Даже не спросили... Может ли она это сделать или нет. Точнее, раньше, кажется, могла. Раньше она, конечно, это могла... Сделать. Ээ... Ну, а... Сейчас... Так получилось, что... Не может. Дальше. Значит. В основном переписка и одна встреча месяц. Однако, всё равно в рамках приличия... Эээ... Прогуляться по улице просто за месяц просто заснуть на одной кровати. Ну, я не очень... Эээ... Понимаю, если честно... Эээ... К чему вы это написали, да? То есть, зачем вы это написали? Эээ... Что мы должны... Из этого... Понять? Что мы должны из этого... Увидеть? Эээ... Мы должны увидеть из этого, что вы соблюдаете какие-то приличия. Эээ... Ну... Рамки... Приличия. Эээ... Или мы должны увидеть, что... Эээ... Эээ... Ваши отношения, они... Эээ... 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 К примеру... Не пересли... Какой-то вот грант. Эээ... Эээ... То есть, ну тут, на самом деле, мне не... Не ясно. Как не ясно и то, был... Был ли у вас... Эээ... Раньше... Секс. Если был, куда девался... А если... Не было... То... Собственно... По какой причине его не было? Вот. То есть, это мне кажется... Очень важно. Эээ... Фактически... Фактически... Если у вас нет секса... Эээ... То... Ну... Отношения и амии. Ваше отношение, наоборот, можно, ну в общем... Большой натяжкой... На мой склер... Потому что... Ну, дефекты, на расстояние, да, это... В общем... Практически не отношение. Вот. Я понимаю, что... Вам... Может быть... Эээ... Неприятно это слышать... Эээ... Но... Тем не менее... То есть, непонятно, что у вас, опять же... Эээ... 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 Может... Ну... Ну... Засыпаем на кроват... Вот... Ну... Ну... Мы заметили... А дальше тут... Собственно... Что? Кровата? Какая история? Дальше... Так... Время тянется, и я собрался сходить по ней с ума, в то время как она вообще охладела. Ну, у вас наблюдаются разные реакции на... Эээ... Дистанци... Дистанцирование. Как... Как я... Понял. По сути. То есть, это вот разные реакции на... Эээ... Дистанцирование. То есть, вы не стали по ней сходить с ума, а она наоборот... Эээ... От вас... Эээ... Начинает отдаляться. Вот. Надо сказать, что вряд ли ее можно на самом-то деле за это винить. В том смысле, что она так... Эээ... Ну, защищается. Она так защищает себя. Она защищает так... Свое... Спокойствие. Свое... Собственно говоря... Самочувствие. Свое... Равновесие душевное. Свое... И... Мне кажется, что... Ну... Понять ее... Наверное, все-таки... Все-таки... Стоило бы. Вам. А... Вот почему вы стали... Эээ... Да, кстати. И охладевать она... Эээ... Начала, возможно, по... Той простой причине, что нет никакого... Ммм... Как бы, нет никакого будущего. Нет никакой... Перспективы. По сути дела. Вот. Опять же, вы можете... Поправить меня, если я ошибаюсь. Вот. Но мне почему-то... Кажется, что... Перспективы у вас нет. То есть, перспективы, я имею ввиду, быть вместе. Вот. Но если это действительно правда... То... Почему же вы... Удивляетесь? Тогда. Что она... Охладела. К вам. Вот. Это обычное... Явление. К сожалению, нормально. Дальше. Так. Эээ... Вы... Наши... Наши... Я стал просто сходить по ней с ума. Да? В чем это выражается? Пропали общие подколки. Пропали будущие мы. Пропали поздние вечерние переписки. Пропали даже Смаева. Не говоря уже... За менее спокойной ночью. Одноразовым, будничным. Как дела? Ну, надо сказать, что... Эээ... По своему темпераменту люди бывают в общем... В общем разные. И... Некоторым... Эээ... Эээ... Постоянно требуется... Эээ... Эээ... Какое-то вот... Ну, подкрепление. Какое-то подкрепление. Эээ... Если этого этого подкрепления нет. То... Человек как бы забывают. Ну, на самом деле это... Такая вот защитная реакция. Может иметь... Может иметь место быть. Вот. А... Когда вы... Начали на нее давить. Вот. Когда вы... Стали на... Стали на нее давить. То ей захотелось... По сути... От вас отдалиться. То есть она потеряла... Эээ... Эээ... Ну... Чувство... Эээ... Чувство... Непринужденности. Вот. Она просто... Эээ... Перестала... Чувствовать... Эээ... Непринужденность. Перестала... Эээ... Чувствовать, что... Вы... Воспринимаете ее... Ну... К пример... К примеру... Так же, как и раньше. Вот. То есть, из раньше все было естественно. Когда вы были вместе, то... Теперь эта ситуация нарушилась. Не каждый человек готов для... Отношений на... Расстояние. К сожалению. Вот. Как бы это... Было неприятно. Не неприятно. Вам. Вот. А... Дальше... Идем. Вы пишите, что... Эээ... Что-то пропало. Да? То есть, вы пишите о том, что... Вот... Эээ... Эээ... Какие-то вещи пропали. Ну, то есть... Эээ... В ваших... Эээ... 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 В ваших отношений... Эээ... Эээ... Пропали какие-то вещи. Что они для вас значат? Эээ... Что они для вас, к примеру, значили, значат и так далее. Почему вы в них, ээээ... Эээ... 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 Так... Внушаетесь. Вот. Эээ... Эээ... Это очень важная история. Очень важный момент. Потому что вы на этом... Ээээ... Эээ... Собственно говоря... Эээ... Застрили свое внимание. Эээ... Эээ... Тогда как, ээээ... Эээ... В общем-то... Логично было бы... Ну, спросить, все ли у девочки в порядке. И если... Она скажет, к примеру, что... Да. Все в порядке. Если она скажет, что, да. Все в порядке. Все хорошо. К примеру. Вот. То... В таком случае, вам... Ну, нужно будет... Нужно просто... Принять ее... Вот. Такую позицию, да. И все. Но вы... Такое впечатление, да. Что... В общем, не можете этого сделать. Вот. Не можете принять... Эээ... Данную ее позицию. Не можете принять данное ее решение. Вот. И... И... Мне кажется, что... Здесь, опять же... Замечены ваши... Потребности. Вот. Ваши потребности. И ваши, ну... Собственно говоря... Желаниям. Вот. Которые, на мой взгляд, нужно... Эээ... Выявлять. Которые, на мой взгляд, нужно... Эээ... Удовлетворять вам самостоятельно. Дальше... Дальше... Идем. Эээ... Не стоит меня винить в отсутствии отдачи. Я всегда стараюсь найти контакт. Но когда ожидаю... Эээ... Так. Ну... Опять же, да. Я... Эээ... Просто вы стараетесь найти контакт. Я вам верю. Но... Контакт находит... Находят... По-разному... Люди. Вот. Кто как... Кто как умеет, в общем-то, находит... Находит контакт. Вот. И... Здесь нужно сказать, что... Очень важно не то, что вы находите контакт. Скорее... Очень важно, скорее, то... Как вы... Эээ... Идёте... На... Контакт. К примеру. Да. Вот. Именно вы. Как именно вы... Эээ... Идёте на контакт. То есть. Что вы понимаете под этим... Ну, под... Эээ... Эээ... Под... Идти на контакт. Ну, когда ожидаю ответа по 15 минут, а зачем ожидать? Зачем ожидать ответа по 15 минут? То есть, как бы, ну, видно, что девушка не отвечает. Вам нужно, соответственно, ну, тоже заниматься чем-то. То есть, как бы, оно, допустим, занято. И вы... Соответственно, заняты... Должны быть тоже чем-то. Вот. Для чего вы ждёте по 15 минут? Её. Понимаете? То есть, тут вы, как бы, на неё, эээ... Обижаетесь, предъявляетесь всей претензией, что вот, я тебя жду по 15 минут, а ты, там, ну, как бы, мне не отвечаешь, и так далее. Вот. Ну, если вы выносите, если вы выносите с девочкой общаться, если вы можете общаться с девочкой только, ну, дистанционно, то это означает, это означает, что помимо, как бы, вас, да, помимо вас, у неё есть что-то ещё. Какие-то ещё, там, к примеру, не знаю, другие дела, или, там, другие работы, другие задачи, другие цели. Вот. И у вас это тоже должно быть. На самом деле. То есть, если у вас этого нет, то вы находитесь в проигрышной, проигрышной, эээ, для себя позиции. Сразу же. И если, ну, к примеру, да, вот, если на данный момент вы не можете, эээ, ситуацию изменить, если вы не можете на данный момент ситуацию исправить, то вам, ну, лучше всего будет, наверное, эээ, делать так же, как и она. Просто принимать то, что она вам даёт, и всё. Дальше, так, эээ, значит, просто пропадает все дела. Ну, об этом я вам сказал. Она прилетает ко мне, но мы просто проводим время дома. А как должно быть? Как должно быть? Как должно быть по-другому, если она знает, к примеру, если она, к примеру, знает, что опять уедет? Как должно быть? Как вы себе это представляете, если она, опять же, знает, что, что она уедет? Вот. То есть, на мой взгляд, ну, вот, 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 на мой взгляд, да, эээ, тут вот такая, такая история-то, собственно. Говоря. Какие ваши ожидания и, соответственно, на чем они основываются? Ощущения, она не хочет развивать наши отношения, и от меня нельзя развивать отношения на расстоянии. Эээ, как? Она старается ограничить моё внимание, не хочет слышать приятные слова от меня в её сторону, не хочет, эээ... Так, не хочет подарков. Но про подарки я уже говорил, не согласна даже на презент на её день рождения, и приятности с её стороны теперь стали не то, что навязывалось, а, скорее, каплю в пустыне. Вот именно, в пустыне. Знаете, в чём, в чём ключевой момент? Не должно быть пустыня. У вас должен быть оазис, у вас должна быть, эээ, как бы, ну, должен быть свой смысл жизни, вот, у вас должен быть свой смысл жизни. Она должна быть приятным дополнением. Не каждому понравится быть вот этим самым, эээ, как вы говорите, эээ, каплей в пустыне, ну, или, или дождём в пустыне, ээээ, как угодно это называете, да? Вот. То есть, не каждому это понравится. Не каждому это будет подольше. Потому что, ещё раз повторю, человек, а здесь он, как бы, чувствует себя обязанным, а это, в общем-то, достаточно сильно напрягает. Понимаете? Какая история? Вот. Так что, это вопрос, опять же, эээ, значит, к вам. Вопросы, к вам вопросы, в том смысле, что, а, как вы считаете, что должно быть, к примеру. Так, эээ, дальше, значит, время идёт, ничего не меняется, но, опять же, а что может меняться, если вы, к примеру, да, если вы, там, ну, если вы на расстоянии, что может меняться? Вот. Не очень понятно, что именно может меняться. Дальше. Дальше. Я пытаюсь об этом поговорить, но постоянно догадывает нас нету непонимания, а в итоге, вообще, остаюсь виноватым. Эээ, ну, давайте, эээ, давайте так. Давайте так. А о чём конкретно вы пытаетесь, эээ, поговорить? То есть, что вы пытаетесь сказать? Конкретно. Дев, девочка, к примеру. То есть, тут разве нужно разговаривать? Мне думается, тут нужно какие-то действия предпринимать. Вы же разъехались. Вы, эээ, пишете, что, эээ, вы сходите по ней, опять же, с ума. Как я уже говорил, эээ, что, эээ, вы абсолютно не раскрываете это своё чувство. А, я вижу, что вы действительно сходите с ума, но не от неё. Потому что, эээ, вы нацелены на себя. А вы сходите с ума по самому себе, как это не парадоксально. Потому что, по факту, вы, эээ, требуете от неё чего-то, что она вам, по вашему мнению, должна балять. Вот. Я не думаю, что, если честно, такая позиция может, эээ, привести вас к, эээ, чему-то хорошим. Потому что, ну, опять же, да, вот, эээ, как бы, здесь всё, на, на мой взгляд, достаточно, понятно, да? Потому что, эээ, как бы, вы требуете от неё невозможного, но, при этом, ээ, ваше желание, которое есть у вас, они тоже нуждаются в, эээ, значит, удовлетворении, а их вы не удовлетворяете, потому что, эээ, их удовлетворение связано только с, эээ, вот, девушкой, почему-то, и всё. Вот. Физические боли, которые вы испытываете, говорят лишь о, эээ, степени, степени важности девушки для вас, но важности, опять же, скорее для себя. Да. То есть, эта важность, эээ, иными словами, иными словами, эта важность, она, ну, на мой взгляд, сильно переоценена, то есть, слишком завышена. Вот. Самое слово. Как бы, как бы, эээ, у человека, ну, конечно, другой человек, ээ, должен быть важным. Безусловно. Ну, вот. Но мне думается, что эта важность тоже должна иметь границы, а у вас, судя по тому, что вы пишете, это важность, эээ, границ, не, границ, не, границ, не, границ. Никаких не имеет. Подобная история абсолютно не приемлема для здоровых отношений. Вот. Дальше. А, вы пишете. Значит, казалось, что она всегда со мной, но мне всё хуже и больнее от чего. Отпустить не могу. Почему? Простите об этом тоже, потому что, видимо, знаю ответ. И что, вы боитесь ответа? Забавно, не правда ли? Нет. Ничего забавного не вижу. Сегодня я тоже не могу сказать, что без неё не могу. Почему? Почему? Почему вы без неё не можете? Вот вы так без неё, по сути. Такое отношение меня уже начинает раздражать, отталкивать вплоть до страны, но мне очень реально больно. Что мне делать? Исследовать боль. Исследовать боль и работать с независимостью. Потому что без обретения вашей собственности и без расширения ваших смыслов, ну, я бы сказал, что ваши отношения, они, к сожалению, обречены. Вот. Они обречены, потому что зависимые, ну, зависимость просто. Из-за зависимости отношения ваши обречены. Они не будут сколько-нибудь жизнеспособны. Потому что зависимые отношения не живут. Вот. То есть, если вы хотите захлонить ваши отношения, вот, то я настоятельно рекомендую вам больше думать о себе. Я настоятельно рекомендую вам именно как-то вот работать в большей степени именно над собой. Ну и, если уж, к примеру, жить, да, если уж, к примеру, вот, ну, что-то делать для себя, допустим. Да, то делать для себя. Реально делать для себя. То есть, если смысл жизни, к примеру, расширять, если вы будете расширять, к примеру, смысл своей жизни. Ну, чтобы вы делали это, ну, качественно, чтобы вы это делали адекватно, чтобы вы это делали таким образом, чтобы вам было комфортно и чтобы вы реально в этом видели для себя, что это действительно выгодно. Что-то действительно полезное, что-то действительно, ну, что-то действительно интересное, что-то действительно новое. Вот. Понимаете? Вторая сторона. То есть, на мой взгляд, это вот так выглядит. На мой взгляд, это вот так работает. Вот. На мой взгляд. И, всё зависит от того, на самом деле, на самом деле, чего вы хотите. То есть, хотите ли вы, чтобы было по-другому. Вот. Девушку вам не изменить, старая сторона. Поэтому гармонизировать отношения можно и нужно. Именно гармонизировать отношения. Можно и нужно. Работать над собой можно и нужно, ну, хотя бы, к примеру, ради девушки, если она вам, там, к примеру, не безразлична. Вот. То есть, если девушка, если вам надо девушку, то мне всё равно, да, если она для вас, что это значит, то вот нужно работать над собой. Вот. Тут, к сожалению, нет других моментов, но тут, к сожалению, нет других выходов. Вот ещё немножко, и девушка, она совсем предложит, ну, расстаться. Вот. Потому что всё, я уверен, тоже напрягает эта история. Вот. Вот. Связано с... Связано с... с... ну... с вашими отношениями. Вот. Слышка. То есть, работать нужно именно с вашим не могу. Который у вас, вот, имеет место быть. Именно с вашим не могу и нужно работать. Вот так, я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Который вы задаёте. Соответственно, если вам мой ответ понравился, вы можете сделать его лучшим. Я вам буду за это, за это благодарен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад. Буду рад вам помочь. В... Как бы, ну, все абсолютно мои знаниям, весь мой опыт к вашим услугам. Вот, обращайтесь. Будем работать. Правда, не стоит ждать. с какой-то такой, знаете, ну, с какой-то такой, не стоит ждать быстрого результата, вот, но работать будем. Вот, кстати, заодно будет вам чем заняться. Будет чем заняться вам. Ну, это, как бы уже, такой, это игра уже, по сути. Вот, я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, и надеюсь, что вы все-таки найдете выход из этой ситуации либо с помощью психолога, либо без неё. Субтитры сделал DimaTorzok